Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по книге Шмот. По счёту это уже 57 урок с начала книги Шмот, а находимся мы в середине недельного раздела Мишпатим, 23 глава, в начале, 4-й, 5-й стих. Если найдёшь быка твоего врага или его осла, заблудившийся, ты должен возвратить их ему. Заповедь о возвращении пропажи – если увидишь осла твоего ненавистника, гнущимся под ножей, неужели оставишь без помощи? Помоги ему. То есть, если человек идёт и видит, что осёл гнётся под ножей, если ему сейчас не помочь, не поправить нож, то может упасть, и потом уже его будет достаточно трудно поднимать. Надо становиться и помочь, даже если осёл этот принадлежит ненавистнику. Этот стих, который мы сейчас прочитали, цитируется и обсуждается в Талмуде, в трактате Псахим. И основа обсуждения – понимание о том, что, как говорит, Талмуд – лоб и шуфтани аскином, в лоб и решай аскином. Когда Тора говорит о людях, обращается к людям, то она не говорит ни о людях неумных, ни о дураках конкретно, ни о нечестивцах. То есть, законы Торы говорят о людях нормативных прежде всего. Если так, у нас возникает здесь определённая проблема с этим самым стихом. А именно, в Торе есть запрет. «Лотисна этахиха белевавеха» – не питай ненависть к своему ближнему в сердце. Нельзя питать ненависть к ближнему. Если так, то Тора здесь говорит, по идее, о человеке, который нарушает этот запрет. Как это может быть? Ведь если ты увидишь осла твоего ненавистника, то есть, ты видишь, что этот осёл принадлежит человеку, которого ты ненавидишь. Если ты его ненавидишь, значит, ты нарушаешь запрет Торы. Как это совместимо с правилом, с этим пониманием, что Тора занимается исключительно нормативными людьми. Так вот, в трактате «Псахи» в Талмуде есть там такой отрывок. Говорит там «Талмударуэ дварирвабихавиро» – если человек становится свидетелем неподобающего поведения со стороны его ближнего, видит, как тот нарушает явную, очевидную заповедь. В таком случае говорит Талмуд со слов Рава, что такого человека можно ненавидеть, поскольку, если я был свидетелем того, что человек нарушил очевидную заповедь, ему понятную, то можно его ненавидеть. Шенейма. Откуда мы выводим это разрешение? Как сказано, и он тут же цитирует этот наш стих. «Если увидишь осла твоего ненавистника, гнущимся под ножи, неужели ты оставишь без помощи? Помоги ему». О чём здесь речь идёт? Если речь идёт о ситуации, в которой все знают, что такой человек – нарушитель, тогда он не называется «мой ненавистник». Тогда все его, все знают, что он нарушитель, и тогда всем это разрешено. Стало быть, речь идёт именно о такой ситуации, когда я, будучи в данном случае единственным свидетелем, только я видел и только я знаю, что он ведёт себя неподобающим образом, что он нарушитель. И мне здесь явно дано разрешение его ненавидеть. Значит, Тора, который всегда говорит о нормативных людях, не стала бы говорить таким образом, если увидишь осла твоего ненавистника. Стало быть, есть люди, которых можно ненавидеть. Это то, что мы учим из этого стиха. Какого человека можно ненавидеть? Не только тех, которые являются очевидными мерзавцами, про которых весь свет знает, что на них просто негде клеймо ставить. Нет, имеется в виду даже такой человек, про которого все остальные люди, может быть, думают, что он вполне приличный человек, но я-то точно знаю, поскольку своими глазами видел, что он нарушитель, мне его можно ненавидеть. Дальше говорит Талмуд со слов Равнахман Борицхак, что даже есть митсва такого человека ненавидеть, то есть ненависть по отношению к такому человеку – это похвальное, богоугодное дело. Как сказано у царя Давида, страх Божий, то есть богобоязненность – это ненависть ко злу. Иными словами, ненависть ко злу – это проявление богобоязненности человека. Тот, кто Бога боится, тот, кто ценит его заповеди, естественно, испытывает ненависть к человеку, который запросто нарушает эти заповеди. Как сказано в Талмуде? Необходимо прежде всего объяснить, что такое ненависть в понимании Талмуда. Талмуд говорит, что если кто-то не говорил с другим человеком три дня, то он нарушает уже запрет, не питая ненависти к своему ближнему в сердце. То есть имеется в виду, что мы просто три дня не встречались, имеется в виду, что я с этим человеком не хочу с ним разговаривать, мне неприятно с ним разговаривать. И если вот это вот отношение к нему, нежелание с ним разговаривать продолжается три дня, то здесь с моей стороны есть уже нарушение запрета не питать ненавистью. Понятно, что когда люди делают друг другу гадость, то в первые минуты, в первые даже часы злимся на человека, который сделал нам гадость. Ну хорошо, разозлились, разозлились, уже через несколько часов можно уже успокоиться. В крайнем случае назад уже можно успокоиться. Но если на протяжении трёх дней нет желания с ним говорить, это уже ненависть. Стало быть, ненависть – это не активная агрессия и не ощущение омерзения по отношению к человеку вовсе нет. Это нежелание приближаться к нему, желание быть подальше от него, это называется ненависть. Стало быть, если, говорит нам Равнахман Борисович в Талмуде, если я знаю про какого-то человека, и знаю не по наслышке, а был свидетелем, знаю непосредственно об этом, что какой-то человек он нарушитель, он нарушает заповеди, то не только что можно его ненавидеть, переводим это на человеческий язык, имеется в виду не только что можно не желать с ним иметь ничего общего, не желать приближения к нему, но и даже есть митсва в том, чтобы отдалиться от этого человека и не приближаться к нему. Рамбам, выводя закон из этого самого места в Талмуде, которое мы сейчас прочитали, пишет так, он цитирует наш с вами стих, «Если увидишь осла своего ненавистника, гнущимся под ножей, неужели оставишь его без помощи? А как же еврей может ненавидеть еврея? Ведь Тора запрещает питать ненависть к брату в своему сердце». Мудрецы пояснили, что здесь речь идёт о человеке, которому довелось увидеть, как некто совершил грех. А когда он пытался увещевать его, то тот не внял и не перестал грешить. Вот ненавидит такого человека даже богоугодное дело – это митсва. Во всяком случае, пока не раскается и не прекратит грешить. Рамбом здесь вставил ещё одно условие, которое в самой Гморе не написано. Точнее, в том месте из Талмуда, которое я зачитал, там это не написано. Но это следует из других мест. А именно, всё разрешение ненавидеть грешника, оно только после того, как мы попытались его разумно уговорить, прекратить грешить. То, что называется тохиха, и переводится таким старорусским словом – увещевать, которое сегодня уже практически никто не употребляет. Имеется в виду, что такое тохиха. Это критика, конструктивная критика, то есть критика не типа наезда на человека с агрессией, с криками. Имеется в виду, что если я вижу, что какой-то человек нарушает запрет, то это значит, что прежде всего я должен подойти к этому человеку и сказать, если… Мне так кажется, я не верю, но мне так кажется, что ты сделал так-то и так-то. Это действительно так. И если ты действительно так сделал, то разопрещает такое действие. Нельзя так делать. И только если человек не внемлет этим моим увещеванием и продолжает гнуть своё, а вайско слушает, да ест, вот только тогда есть разрешение его ненавидеть. И коли есть разрешение, тогда это даже больше. Есть даже в этом митсва. Но до того, как я попытался его критиковать, никакого разрешения на ненависть нет. Понятно, что где-то 70% случаев, в которых мы считаем, что в нас кипит ярость благородная по отношению к аморальным и безнравственным нехорошим людям, которые нарушают заповеди и так далее, они просто уходят из этого, потому что нет разрешения на ненависть, пока не выскажем человеку критику. Хотя, нужно оговориться, не исключено, что в определённых ситуациях нет обязанности критиковать. Увидим это в дальнейшем. Пока что я хочу вернуться к стиху. Итак, как же теперь нам понимать этот стих? Если увидишь осла твоего ненавистника, переводим это теперь в понятие, которое мы выяснили. А именно, если увидишь осла, который принадлежит человеку, которого ты видел, о котором ты точно знаешь, что он нарушитель, то он нарушает запреты Торы. И ты увидишь, и ты его пытался покритиковать, пытался вразумить его, и он не внял. И если ты увидишь, что этот осёл гнётся под мошей, неужели ты его не оставишь без помощи? Получается так, человека этого митсва ненавидеть разрешено, и даже заповедано его ненавидеть. Но оставить его без помощи никак нельзя. А это Тора говорит. Ненависть – это одно дело. Но надо же ему помочь сейчас. Продолжает Трампом. Несмотря на то, что хозяин Аслай ещё не раскаялся, и его можно ненавидеть, и есть митсва его ненавидеть, Тора велит выручить его в беде, помочь ему с непосильной поклажей и не дать ему умереть. Трампом. А я не слишком здесь преувеличил. Причём здесь умереть? В конечном итоге всего лишь осёл у него гнётся под нож, и где-то в дороге у него. Переведём это на язык нашей современности. Мотор у него заглох, не может он завести машину посередине дороги. Значит, мне нужно… Я еду по шоссе, и вдруг вижу, машина с поднятым капотом где-то стоит у обочины дороги. Ну, что нужно в этой ситуации сделать? Заповедь, и цва, безусловно, остановиться. В такой ситуации заповедь есть – остановиться и помочь человеку завести. Я торможу, подъезжаю к обочине, и вдруг вижу, что человек, который там стоит рядом с машиной, с открытым капотом, это тот человек, который называется ненавистник, то есть человек, про которого я знаю, что он аморальный человек, нарушающий заповеди тоже. Ненавидеть его можно, да, а помочь ему нужно. Почему нужно ему помочь? Трампом, ведь он же может так и умереть. Почему он так может умереть? Ну, во-первых, из-за нежелания терять своё имущество. Тот может задержаться в этом месте и, может быть, подвернуться опасности. Быть может, этот человек, которому его имущество настолько дорого, что он останется там, побоится бросить там машину с грузом, который есть в машине, и он там останется на ночь, а ночью всякие разные бандиты могут там проезжать. Поэтому я ни в коем случае не должен его оставлять в такой ситуации. Возможно, подвернуться опасности. А так как торят дороги любые евреи, и грешники, и праведники. Грешник-то он грешник, поэтому мне Митсваева ненавидеть, да. Но для Торы, для Творца мира, жизнь его дорога, хоть он и грешник. И если только они верят в Творца мира и принимают основы нашей веры, то есть оговорка, то есть вероотступники, не входит в это правило. И об этом сказанном у пророка скажи им, клянусь, слово Бога, я не желаю смерти злодея, я хочу, чтобы он раскаялся и жил. Рамбом вообще-то в своём сочинении он приводит законы. Вот сочинение – это сочинение, это свод законов. А здесь Рамбом пустился в объяснение. Почему это так? Это не случайно. В очень редких случаях Рамбом пускается в объяснение. Когда? Когда он чувствует, что наш обывательский common sense, наш обывательский здравый смысл не приемлет того, что сказано, и бунтует против этого. И, конечно же, здравый смысл не очень спешит понимать такую вещь. Как это может быть так? С одной стороны, есть митва человека ненавидеть, а с другой стороны, нужно ему помочь, машину ему завести. Гадина, да пусть он… Не, не, не. Помочь ему нужно. Ненавидеть его, пожалуйста. Приближаться к нему нет. Скажи своим детям, чтобы они с его детьми не играли. Конечно. Безусловно. Но помочь ему обязательно надо. Как это вместе? Почему человеку так трудно это принять? Да потому что у человека обычно его суждение о ситуации, оно не морально-этическое, а оно эмоциональное. То есть, если этот человек нарушитель, значит, он нехороший человек. Гад. Значит, мы его ненавидим. Ух! Ненавидим? А как же можно ему сейчас помогать? Эмоционально, конечно, не проходит. Но Тора требует от человека подхода не эмоционального, а должен быть абсолютно морально-нравственный подход. А морально-нравственный подход. С одной стороны, на одной чаше весов есть преступление, нарушение, которое этот человек делает. А с другой стороны, есть человеческая жизнь. Ведь на самом деле, если уж он такой преступник и дурак, так он может быть из любви к деньгам, он может быть здесь еще и останется, он побоится свою машину бросить, останется здесь на ночь где-нибудь посреди, рядом с арабской деревней, и пойди, знаешь, что с ним будет. Поэтому нужно ему помочь обязательно. Нужно объяснить еще одно вещь. Рамбом сделал здесь одно исключение. А именно, то, что сказано, что Торе дорогие любые евреи, в том числе и грешники, не имеется в виду вероотступники. Это не люди, которые просто не имеют веры. Имеется в виду те, которые отступили от веры. То есть, они родились в семье традиционной, получили воспитание традиционное, основанное на вере в Бога и на традиции Тора. Но в результате того, что им что-то не понравилось, или им понравилась другая жизнь, они от всего этого отошли и стали вероотступниками. Вот по отношению к таким людям мы не обязаны ничего, никакой помощи им давать. Можем проехать мимо, вместо того, чтобы нажимать на тормоз, нажать на газ и сделать вид, что он ничего не замечен. А если этот человек просто в Бога неверующий, ну, это потому, что он родился, называется такое понятие в Аллахе тинок шенишба, то есть, буквально, похищенный ребенок, как если бы еврей, еврейский ребенок, совсем-совсем несмышленный, был бы похищен евреями и воспитан в нееврейской среде. Можно к нему иметь какие-то претензии, почему он не верит в Бога, почему он не исполняет заповеди Тора, конечно, нет, потому что в его состоянии это совершенно непреодолимые препятствия. То есть, проще это называть, ну, как Маугли. Если ребенок воспитан в джунглях, в лесу, среди зверей, и потом попал в человеческое общество, невозможно к нему иметь претензии, почему он ведет себя не человек, почему он огрызается, кусается, царапается и не умеет пользоваться вилкой и туалетом, потому что он в лесу выносит. Что же можно сделать? Так и здесь. Значит, тем людям, которые действительно рассматриваются как вероотступники, им нет митвы, помогать, но человека, который не вероотступник, а грешит он потому, что очень хочется, ему есть митва помогать, вместе с тем есть митва его ненавидеть. Один из важнейших авторитетов прошлого поколения Ахазон Иш пишет об этом следующим образом. Фагаот Мордехай, то есть в примечаниях к книге Мордехай, автор этих примечаний добавил, что разрешено ненавидеть лишь тех, кто не прислушался к критике, к увечеваниям. Ну, это мы уже видели в Рамбоме, на самом деле это действительно, он цитирует Рамбома, что если мы, не увидев, что какой-то человек нарушает, не постарались на него повлиять, то мы не имеем никакого разрешения и права на ненависть. И также в конце книги Хофицхайма Абат Хейсет тоже сказано, что заповедь любить евреев распространяется даже на грешников. По той же причине. То есть, по какой причине? Что они в своих грехах невиновны, в своих заблуждениях. И еще приведен там следующий аргумент. А как я знаю, что они невиновны в своих грехах? В общем, просто. А я пытался с ним поговорить, может быть? Нет, мне было как-то неудобно с ним говорить. Ну так, а куда ж ты его ненавидишь? Быть может, если бы ты с ним поговорил. Спокойно, по-человечески. Может быть, он бы прекратил. Может быть, ты бы его уговорил. Ты этого не сделал, потому что тебе неудобно, потому что, значит, не имеешь права на ненависть. И еще там приведен следующий аргумент из респонса Меорама, Абемейра из Ротенбурга. Он слышит следующую вещь. Пишет он. В Талмуде сказано еще со слов Рабеля Азарба Назария, что я вообще не уверен, есть ли в нашем поколении кто-нибудь, кто умеет критиковать. Опять сказал Рабеля Азарба Назария 2000 лет тому назад. Что это значит, что не уверен, что умеет кто-то критиковать? Уж казалось бы, что критиковать, по-моему, все умеют. Если один психолог предлагал как-то родителям оставить магнитофон, включенный на запись на протяжении всего дня и посчитать, сколько замечаний они делают своим детям. Сколько они детей критикуют? Если они потом от этого не сойдут с ума, то... Казалось бы, критиковать все люди по отношению к своим детям, а иногда и по отношению к своей второй половине только делают, что критикуют. Имеется в виду другое. Мы не умеем критиковать так, чтобы критика подействовала на человека, чтобы он изменился к лучшему. То есть у нас критика – это просто выражение нашей агрессивности. И такая критика, она, конечно, не имеет действия. Просто когда человек слышит, как мы на него наезжаем, как мы его критикуем, как мы говорим с издевкой, как мы говорим со злобой, как мы... Так, конечно, он не внемлет этому. Это понятно. Да и мы сами не внемлем, когда нас критикуют таким образом. Мы сами не терпим такую критику. Это все ясно. Стало быть, говорит Марам, если уже во времена Талмуда мудрецы сомневались, умеем ли мы критиковать так, чтобы критика возымела воздействие, то уж тем более по прошествии двух тысяч лет мы уж совсем уж точно не умеем критиковать так, чтобы люди внемли нашей критике. А если так, то получается, что современные грешники, они все имеют статус тех, кого они критиковали, их не увещевали. Стало быть, их можно считать жертвами непреодолимых обстоятельств. То есть, по отношению к ним они не виноваты в грехах, которые они делают, ибо по отношению к нам. О том, на самом деле они виноваты или нет, это уже после 120 лет Всевышний решит. Но по отношению к нам, как мы к ним относимся, мы к ним относимся как он из. То есть, непреодолимые обстоятельства, когда человек не виноват в том, что он делает. И почему мы его должны так считать, то потому что мы его не увещевали. Здесь, правда, можно посмотреть на это с другой точки зрения. Дело в том, что необходимость и обязанность критиковать и увещевать в Торе высказаны таким образом. Охеях, тохеях, эт амитеха. Блотиса лавхет. Ты критикуй своего ближнего, эт амитеха, своего как бы коллегу ближнего, и тогда не понесешь за него грех. Что значит амитеха? Объясняет Алмуд, это аббревиатура. Амши и тхаби турам митсвот. Имеется в виду люди, которые вместе с тобою живут Торой и заповедью. То есть, Тора с ее заповедями являются неотъемлемой частью жизни этих людей. Вот таких людей следует критиковать, когда они себя неподобающим образом ведут. А человек, который не живет по Торе, который вообще не считает, что Тора его к чему-то обязывает, такого человека нет обязанности критиковать. Если так, то по отношению к целому ряду людей сегодня, которые совсем-совсем не живут Тора и митсвот, нет обязанности их критиковать. Если так, то, может быть, тогда есть разрешение их ненавидеть, если они делают непристойные вещи. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть то, что написал Хазон Эйш, поскольку эти люди на самом деле в таком своем образе жизни не виноваты. Они, в общем-то, как Маугли. Заблуждение их вызвано тем, что они воспитаны так. Родители их так воспитывали, в детском саду их так воспитывали. Учительница им тоже ничего про Тору не рассказывала. А если рассказывала, дай бог, такое рассказала, что лучше бы она ничего не рассказывала. Ну и в результате вот вырастает такой человек, какие претензии к нему можно иметь. Вот после всех этих предисловий, теперь мы должны еще больше осложнить этот вопрос. А именно, в Талмуде есть еще одно место, в трактате «Баумицыя». Там Талмуд обсуждает, есть ли заповедь, то, что называется «Цар Баалейхаим Мидорайта» или нет. Иными словами, обязывает ли нас Тора заботиться о том, чтобы животные не испытывали боли и страданий. Или нет. Или это может быть само по себе похвальное поведение, заботиться о животных. Но заповеди Торы конкретные в этом нет. И Талмуд приводит достаточно много доказательств в ту или в другую сторону. Среди прочего, там приводится такая Баалейха, которая рассуждает о ситуации. Есть, как говорит там Талмуд, «Уэвлифроквизунэлито». Есть два слага. Так у нас все вокруг осла сегодня. Так, в пасуке у нас был один осел. Один осел, который гнулся под поклажей, под ношей, и принадлежал он человеку, которого я ненавижу. Как сказать, которого можно ненавидеть. А вот теперь усложним ситуацию, говорит Талмуд, по сравнению с тем, что написано. Возьмем двух ослов. Один осел гнется под ношей, а другой осел, наоборот, он стоит пустопорожней, и хозяину достаточно трудно его нагрузить. Ему необходимо взвалить на него мешки, какую-нибудь ношу и так далее. Есть митцва помочь в одном случае, есть митцва помочь в другом случае. Но я-то один, меня не два. Стало быть, я могу либо одному помочь, либо другому. Есть ли какие-нибудь предпочтения? В Талмуд возьмем так. Скажем, тот осел, с которого нужно снять, помочь снять ношу, потому что он гнется, он будет принадлежать человеку, с которым у меня дружеские хорошие отношения. А вот тот осел, на которого нужно взвалить, он будет принадлежать человеку, которого я ненавижу. Ну, а вот теперь какие у меня будут приоритеты? Кому я должен пойти и помочь? С точки зрения заботы о животных, понятно, надо было бы подойти к тому ослу, который гнется под нож ее. Ему же, он вот-вот может упасть. Ему, естественно, тяжело и больно. Надо ему помочь. Но, говорит Талмуд, здесь есть другая сторона. И она перевешивает. Пойди и помоги своему ненавистнику. Хотя ему нужно, наоборот, нагрузить на осла. Почему? Не потому, что мы не заботимся здесь о животных. Может быть, на самом деле есть заповедь заботы о животных. Но здесь есть другая ценность, которая перевешивает. А именно, называется это Талмуд. Афилу ахи кедей лахуфет яцро адив. То есть, здесь есть возможность обуздать свой яйцарара. Возможность обуздать свое нехорошее начало. Укротить свою ненависть. То есть, есть здесь человек, по отношению к которому я испытываю ненависть. Ему надо помочь. Есть другой человек, которому тоже надо помочь. Но у меня к нему ненависти нет. Желательно пойти к тому, к которому ты испытываешь ненависть. Говорит Талмуд. Для того, чтобы укротить свою ненависть. И ненависть надо укращать. И здесь комментаторы Талмуда только разводят руками. Как же это понять? Ведь мы же договорились, когда мы начали разговор про этого осла. Который упомянут в стихе о Торе. Мы договорились, что речь идет, если ты увидишь осла своего ненавистника. Спрашивает Талмуда, как же так? Разве можно и нам? А разве еврей может ненавидеть еврея? Ведь Тора запрещает питать ненависть к еврею. Значит, нам понятно, что речь идет здесь о нормативных людях. А именно, речь идет здесь о человеке, которого можно ненавидеть. И даже митцва ненавидеть его. Так, если его можно ненавидеть, то почему я должен стараться эту ненависть укращать? Наоборот, если есть митцва ненавидеть, пусть эта ненависть, пусть будет наш разум возмущенный, пусть ярость благородная вскипает, и все очень здорово. Почему надо ее укращать, если этого человека можно ненавидеть? Вопрос очевиден. Ответов на этот вопрос есть много. Они, в общем-то, их можно сгруппировать в две большие группы. Первый ответ мы находим в словах Робейну Йоны из Героны. В своей книге «Шарейд Шуваа» он там говорит о запрете лошон ара, о запрете говорить плохо о людях. И вот там у него есть такая фраза о тех людях, в чьей нечестивости и злодействии ты убедился лично, можно и нужно рассказывать. То есть, там, где я знаю, не понаслышке, не одна баба сказала, и не кто-то мне по секрету, а я своими словами знаю, что человек нарушает явный, очевидно, совершенно запрет. Почему он нарушает? Потому что плевать он хотел. О таких людях можно рассказывать. Почему? Это то, что называется разрешение лошон арал и туэлет. Разрешение рассказывать зло о человеке не для того, чтобы его очернить, а для того, чтобы была от этого рассказа какая-то польза. Какая здесь польза сможет быть? Можно рассказывать, насколько эти люди грешны и аморальны. И вообще очернять грешников в глазах людей, чтобы подобное поведение было бы омерзительным для тех, кто внимает твоим словам. То есть, если человек делает гадости, а мы при этом, все общество молчит и воспринимает его поведение, как само собой разумеющееся, то его дурной пример становится заразительным. Люди смотрят, если Рабинович так себя ведет, вроде нормальники. Поэтому необходимо, необходимо, чтобы подобного рода поведение, оно натыкалось бы на неприятие общества, чтобы люди в обществе высказывали свое фе по отношению к этому поведению. Мы это не приемлемо, нельзя так себя вести. Поэтому можно рассказывать гадости о таких людях. Говорит, Рабинович, не, не о таких людях. Вы плохо прочитали то, что я написал. И вообще можно очернять грешников в глазах людей, чтобы подобное поведение было бы омерзительным для тех, кто внимает твоим словам. Он не пишет, что подобные люди пусть будут омерзительны тем, кто тебя внимает, а подобное поведение. Вот здесь мы нашли первый ответ по отношению к таким людям, о которых я знаю, что они нарушительны, что они люди аморальные, бездравственные, грешные. Есть митсва ненавидеть, да, кого не их, а их поведение. И поэтому можно и рассказывать другим людям об их поведении, чтобы они тоже ненавидели, кого их поведение. А людей таких, людей таких надо любить. Поэтому, что же говорит здесь Талмуд? Ведь человек-то обычный, ему же очень трудно различать между человеком и поведением. Поэтому, если он ненавидит поведение нарушителя, он же обычно ненавидит его самого. Вот об этой ненависти к нему самому, об этой ненависти Тора и сказала, вот ее надо украшать. Поэтому нужно, когда ты видишь, как ненавистник твой, мучается, не может поднять ношу на своего осла, или в современном примере, как он стоит рядом со своей машиной, у обочины дороги, поднят капот, и он не может завести свою машину, при всей ненависти к его поведению, к нему не следует испытывать ненависти, чтобы ее укротить, пойди и помоги ему. И чем больше ты будешь ему помогать, такова природа человека, тем больше ненависть к нему, как к человеку, будет ослаблять. И так правильно себя вести. Это Робейн Йона. Довольно близко к тому, что писал Робейн Йона, много сот лет тому назад, близко к этому пишет и представитель предыдущего, послевоенного поколения, Абхедский Левенштейн, который был в Машгер, сначала в Вишеве Мир, потом в Поневиш, подобает ненавидеть поступки грешников, но не их самих. Почему? Сказано в Перке, а вот Хавив Адамши, неврабы целем, то есть мил творцу человек, потому что он создан по его образу и подобию. А посему непозволительно ненавидеть его самого. Он, кто такой человек, он целем, но кем? Он образ и подобие Божий, как же ты можешь его ненавидеть? А написано, что митсва ненавидеть грешника. Я имею в виду его поведение. Но надо стараться пробудить в своем сердце любовь к Богу в такой степени, что под влиянием этого чувства возненавидит грех, который посекает на честь Творца. То есть спрашивает Роблеменштейн, ну а как это на практике? Ведь это же все не философствование. Это же все не красивые речи. Мы имеем здесь дело с конкретной заповедью. А как это на практике? Как можно разделить? Как реально разделить на практике между человеком и между его поступками? Что к его поступкам я могу и должен испытывать ненависть, а к человеку нет. Подножение к человеку Хабиб Адам же не в рабе целем. Он создание Божье. Он целим его киму. Он образ и подобие Божьи. Как это на практике? Вопрос, с чего ты начинаешь? Если ты начинаешь с негатива, с ненависти, то будет все плохо. А нужно быть по-другому. Нужно стараться пробудить в своем сердце такую любовь к Богу, что естественным образом поступок против заповеди Бога будет вызывать в нас отвращение. Что под влиянием этого чувства возненавидит грех, который посягает на честь Творца. Но по отношению к человеку то не будет тогда. Если мной руководит ненависть, негатив, отрицание, то ненависть это безусловно сфокусируется на человеке. Чего делать нельзя. А если мной будет руководить любовь, любовь к Богу, тогда ненависть сфокусируется на его поступки, которые противоречат закону Бога, а не на человеке. Ну а как человек может себя проверить, если я испытываю... Вот есть такой сосед, который делает гадости, очевидно, совершенно он делает гадости, я знаю точно совершенно. У меня правильная ненависть или неправильная. Как мне себя проверить? Есть ли какая-нибудь лакмусовая бумажка, при помощи которой я могу проверить? Я ненавижу его, что неправильно, или его поступки, что правильно? Говорит Рабин Юйон, и задай себе простой вопрос. Не Рабин Юйон, Гавдрав Левенштейн. И на деле каждый способен понять, правильно ли он мыслит. То есть, правильно себя вести способен, к сожалению, не каждый. Но проверить себя, правильно ли я веду себя или нет, мы можем. Сами себя мы на самом деле можем не обманывать. Других обманывать – другое дело. Но сами собой мы можем быть предельно честны. Как? Задать себе простой вопрос. Желаю ли я бед и гибель и злодеем, или же испытываю снисхождение грешникам и в сердце молюсь об их раскаянии? Когда ты видишь этого человека, которому нехороший человек, грешник, аморальный, безнравственный, что тебя обрадует, если он оступится и упадет, подскользнется и упадет, или в его машину кто-нибудь въедет, или у него в доме случится пожар, значит, ты ненавидишь его. Значит, ненавидишь его. А если наоборот, ты при этом испытаешь боль, если ты испытываешь снисхождение грешникам и молишься о том, чтобы они исправились, тогда правильно. И когда видят у них признаки исправления, тогда преисполняется радость. Тогда эта ненависть правильная. Но, конечно же, это тяжелейший труд. Что делать? Заповедь, заповедь, это тяжелейший. Это никак. Есть у нас легкие заповеди в Торе, кашрут, шаббат и прочее, а есть тяжелейшие заповеди в Торе. Вот это одна из тяжелейших. Это тяжелейший труд найти вот эту тонкую грань между ненавистью ко злу и сочувствию к тем, кто творит это зло. Но такова заповедь, и это необходимо. Итак, Робейн Йона и Робхеска Левенштейн, оба они говорят, что различие, все лежит между поступками, необходимо различать между поступками и человеком. Поступки можно и есть митцва ненавидеть, человека нельзя. Поэтому Талмуд и говорит, что в такой ситуации, когда ненавистник находится в беде, митцва помочь именно ему, а не кому-то другому, для того, чтобы свою ненависть к нему лично ее укротить, потому что она неуместная. Несмотря на ненависть, которая должна быть к его поступкам. Есть другой подход еще. Это уже не развлечение между поступками и человеком, а это отношение к человеку, неоднозначное отношение к самому человеку. Тору исполняет заповеди, то есть амитеха. Речь там идет про амитеха человека, который подобно тебе, он в общем-то в Бога верит. И Тору он принимает, и исполняет на заповеди. Только что очень хочется, и поэтому он грешит. О таком человеке сказано действительно, что митцва ненавидеть. Причем, речь идет опять же, как Рамбам там пояснил, имеется в виду, человек, которого уже пытались критиковать, либо ты, либо другие, а он не внял, не отказался от своих грехов, такого человека митцва ненавидеть. Но если, ну к тем, кто не близки, то есть люди, которые далеки от Торы, там отношение другое, там наоборот, следует себя вести так, как сказал Илель. Будь чучником Аарона, который любил мир, который любил Оэвета Бриотум и Карваны Тора, который любил Бриотум и Карваны Тора, который любил создания и приближал их к Торе. Будьте внимания, что Илель не сказал, что Аарон был человеколюбивым, он любил создания. Не сказал, что он любил людей, он любил создания. То есть даже таких людей, которых, в общем-то, людьми то и назвать как-то так, язык не очень поворачивается. Все равно их любил и приближал к Торе. То есть людей, далеких от Торы и от служения Богу, называемых поэтому просто созданиями, нужно привлекать в надежде, стараться привлекать, в надежде, что удастся приблизить их к Торе и к служению Богу. А если это не получится, тоже не страшно. И даже если не преуспеет в этом, так не теряет своего вознаграждения за исполнение заповедей о любви к ближнему. Это люди далекие от Торы. А что касается людей, которые близки к Торе и грешат, их за эти грехи мецева ненавидеть. Их. Необязательно их поступки. Их самих. Продолжает дальше Байна Таня, Шнейл Зарман, и то же в отношении близких. Если пытался их увещевать, и они не отказались от своих грехов, их действительно предписывается мецва, их ненавидеть. Но следует также их любить. Их самих. Не в проступках ли? Нет. Их самих. И ненавидеть, и любить. Кто-нибудь послушает, скажет, ну всё, евреи – это точно психи – как можно одного человека, это шизофрения, как можно раздвоение личности, как можно одного и того человека и ненавидеть и любить? Можно. Можно. Во-первых, если мы обратим внимание на своё отношение к окружающим, то мы очень часто к одному и тому же человеку испытываем одновременно любовь и ненависть. К любимому себе человеку, который вдруг сказал нам какую-то гадость, нас сильно обидел, мы в этот момент можем почувствовать ненависть, она не… это возможно. Здесь речь идёт о более глубокой вещи. Оба эти чувства истинны, и они могут сосуществовать. Ненависть ко злу, которая в них, и любовь к доброму началу в них скрытому, к божественной искре в них, оживляющей их божественную душу. Ещё раз. Он не различает между поступками и человеком, он различает в самом человеке. Человек-то сам – это очень противоречивое создание. И если этот человек грешник, в нём, конечно же, живёт зло, в нём самом, безусловно. И это зло в нём надо ненавидеть, в нём самом. Но я же знаю и другое, что на самом деле есть в нём искра Божия. Только что она очень сокрыта, у него душа в пятки ушла, так что её не видно и не чувствуется, и не проявляется она никоим образом. Знает, что её нету? Нет, не знает, что её нету. Есть она. Но только она обросла такими слоями гадости, что её совсем не видно. Более того, нужно также побуждать сердце к состраданию по отношению к их Божественной Душе, ибо она находится в изгнании, погружённая во зло, которое у грешников одерживает верх над ней, над Божественной Душой. Это всё равно, что взять бриллиант и бросить его в отхожее место. Он перестаёт быть бриллиантом, он остаётся. Только на нём столько дерьма, что… Это отношение должно быть к Божественной Душе того самого нечестивца, который грешит. Есть митцва, есть, безусловно, заповедь ненависти к такому человеку, да, даже к нему самому, к козлу, который в нём, и вместе с тем жалость, любовь, жалость к его душе, которая попала в такое место. И сострадание уничтожает ненависть и пробуждает любого. Стало быть, по тому, как говорит Баля Таня, противоречие, которое есть у нас в Талмуде, решается следующим образом. Есть митцва ненавидеть человека, как говорит Талмуд в трактате Псахим? Да, конечно, человек, который нарушает заповеди, нарушитель, грешник, злодей. Есть митцва, его ненавидеть, конечно. А то, что сказано здесь, что я должен подойти и стараться, если я вижу такого человека-ненавистника, которого митцва ненавидеть, если я вижу, что он нуждается в помощи, пойди и помоги ему обязательно. Для чего? Для того, чтобы укротить свою ненависть? Конечно. Необходимо. Потому что необходимо, чтобы вместе с ненавистью была и любовь. Любовь к тому доброму началу, который в ней. Любовь к той искре Божьей, которая в ней. Любовь к его божественной душе, которую никто никуда от него не отнял, она в нём находится. И поэтому есть такое амбивалентное отношение к этому человеку. Одновременно любовь и ненависть. Любовь к тому самому добру, которое в нём, и обязательно есть в самом-самом закоснелом грешнике. И ненависть к тому злу, которое в нём. В этом же направлении писал Рамак, крупнейший каббалист Цфацкий XVI века, был ещё до Аризаль, в своём книге Томир Двораун пишет так. Необходимо приучать себя любить людей, даже нечестивцев, преступников. Как будто бы они были его братьями, или больше того, пока любовь ко всем людям не водворится в его сердце. И даже грешников нужно любить в сердце и думать, дай Бог, чтобы они раскаялись и стали правительными. В чём это любовь? Желать им прежде всего исправиться. Как сказал Муше, кто даст, чтобы весь народ Бога был пророками? Таким же образом следует любить. Ну как это? Как любить такого человека? Вспоминать в своих мыслях их положительные качества и скрывать их недостатки. Обращать внимание не на их пороки, а на их хорошие качества. Ведь нет человека без хороших качеств. И у самого последнего мерзавца тоже есть хорошие качества. Человек должен сказать тебе, если бы этот презренный бедняк был богат, как бы я радовался быть в его обществе, подобно тому, как я радуюсь быть в обществе такого-то. И если бы этого человека одели в красивые одежды, как вот у того, между ними не было бы разницы. А если так, то почему я не должен его уважать? Ведь в глазах Всевышнего он же не более, он более важен, чем я, так как он поражен бедностью и страданиями, очищенной от греха. Зачем же мне ненавидеть того, кого любит Всевышний? Наконец, последний отрывок, который я здесь хотел зачитать об отношении к нечестивцам и отношении между любовью и ненавистью, он снова принадлежит Хазунышу. Хазуныш в «Законах субботы» пишет так. «Тому, кто следует Торе, подобает пребывать в мире с любым человеком, не давая волю гордыне, нетерпимости и тому подобным проявлениям». Как писал об этом Рамбом, Рамбом пишет об этом в «Законах о царях» – «так же, как не подобает мудрецу гневаться и мстить своим обидчикам, если те садеяли это по слабоумию, так недостойно ненавидите тех, кто духовно беден, и его душевные качества далеки от совершенства. Ибо, по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом». То есть, перед нами человек бездравственный, аморальный человек делает гадости. Как бы мы отреагировали, если бы эти гадости делал слабоумный человек, который… Ну, сказали, ну, что ж может – лишно жаловаться на больных людей. Головка у него такая. Мы даже и сердиться бы не стали на него, если бы мы с самого начала знали, кто сделал эту гадость. Ну, это… Ну, больной человек, ну, что же делать? Есть болезни соматические, есть болезни психосоматические, а есть болезни духовного рода. Что такое болезни духовного рода? Это человек, у которого качества характера такие, и мир духовных ценностей у него искривленный, и поэтому он позволяет себе вот такое мерзостное поведение. – Но это тоже своего рода болезнь. Конечно же, есть разница, потому что болезнь психическую человек себе не заказывал, он так родился, или так с ним случилось, или заболел, а здесь человек, в общем-то, по своему выбору ведет себя таким образом. Но в конечном-то итоге по отношению к нам уже должны понимать, что большой разницы, как пишет здесь Хазуныш, по сути, по сути, нет никакой разницы между сумасшедшим и подлецом, с нашей точки зрения. Перед Богом, безусловно, Всевышний каждому дает по его поступкам, каждому воздает по его делам, и одно дело – как будет Всевышний судить человека, который больной, а другое дело – как он будет судить человека, как он подлец. Но с нашей точки зрения нам, по сути, разницы между больным и подлецом нет. Поэтому и должно быть отношение соответствующее, то есть и к подлецу должно быть наказание, как к больному человеку. Ну что же делать? И все наказания, что в Торе, даны лишь потому, что не хватает никакой мудрости, чтобы подобрать каждому глупцу его лекарства. Прошет Хазуныш, но ведь мы видим, что за неподобающее поведение Тора в целом ряде случаев предписывает наказание, и есть целая система разработанная за такой проступок, такое-то наказание, за такой проступок, такое-то наказание. Но если эти люди – подлецы, которым Тора предписывает наказание за их проступки, они все равно, что больные. Так зачем же их тогда наказывать? Больных лечить надо, и если этот человек духовно болен, так надо найти ему духовное лекарство. Отвечает Хазуныш, идея, в общем, неплохая, но совершенно непрактичная. Ибо не хватит в жизни никакой мудрости, чтобы подобрать каждому глупцу его лекарства. Сколько бы человек ни был семи пядей во лбу, но придумать, как вести себя по отношению к человеку, как постараться излечить человека, который позволяет себе присваивать чужое имущество или пользоваться чужим имуществом без спроса, или позволяет себе крутить роман с чужой женой и т.д., кто может найти подходящее лекарство, которое излечит его от этой его духовной болезни. Поэтому Тора предписывает наказание, а нужда в других рамках законов велика. То есть, мы не можем сказать, ну и ладно, ну и черт, пусть он делает то, что он делает, если мы не можем его излечить, чтобы не стало человечество легкой добычей для людей сильных тела, но слабых разума, потому что в конечном итоге общество человеческое должно защищаться от вот таких вот людей, от людей рукастых, от людей нечестных, от людей на руку нечистых. Поэтому есть в Торе предусмотрены наказания, потому что практически найти на практике духовное лекарство пороком человека трудно, а защищаться общество должно, однако само наказание должно быть исполнено со скорби, без примесей злорадства и прочих негативных эмоций. А поскольку человек по своей природе далек от духовного совершенства и подвержен постоянному влиянию яйца рара, так ему необходимо всегда склоняться к милосердию. Если бы человек был совершенствован, и он мог бы наказывать кого-то, давать наказание кому-то, исходя без доли злорадства, со скорбью, с болью в душе – это одно дело. Но ведь мы-то себя знаем, мы-то знаем, кто мы такие. Поэтому когда я сейчас должен выбрать себе линию поведения по отношению к этому человеку, нарушителю, то зная, что я очень далек от духовного совершенства и подвержен постоянному влиянию яйца рара, так я должен всегда склоняться к милосердию и не усердствовать в каких-то негативных шагах против этого человека. И лишь при таком подходе, руководствуясь разумом, а не эмоциями, то есть как только мы даем волю своим эмоциям, то естественно, все захлестнет ненависть. Но если человек останавливает свои эмоции и ведет себя разумным образом, человек может позволить себе пробудить в душе мотивы отмщения и воздаяния. Тот, кто в состоянии управлять своими эмоциями, тот, кто управляем разумом, тот может действительно делать и негативные шаги по отношению к преступникам, к нарушителям, к негодяям и так далее. А если ты не такой, если у тебя эмоции зашкаливают, как ты себя знаешь, как ты с собой знаком, не нужно это тебе делать. И об этом сказали мудрецы. Служи ему как твоим добрым началом, так и дурным. То есть, если ты в состоянии управлять собой и ты в состоянии чувствовать скорбь, действуя против нарушителей, наказывая их и так далее, тогда тем самым ты служишь Богу, используя и свой яйцарара. Свой яйцарара – это негатив, это агрессия. Здесь, тогда она будет служить благой цели, но если этого нет, если тобой управляют эмоции, то тогда ты должен от этого отходить и всегда склоняться к милосердию и не наоборот, не заниматься тогда, не думать о том, как наказать преступника, не думать о том, как наказать нарушителя, а испытывать по отношению к ним жалость и милосердие. Небах, несчастные люди, больные люди. Если воспринять то, что говорит здесь Хазурмей, что это переворот в сознании, это революция, переворот сознания, научиться относиться к людям, которые делают гадости, в том числе и нам делают гадости, научиться относиться к ним, как к больным, на головку больным. И если так, то они заслуживают жалости. Вот что мы выучили сегодня из всего лишь одного нашего осла, который, как там сказано в Торе, гнется под непосильной ножей.